Добрый день, это программа «Парадокс» с Степаном Демурой, Степан Демурой в эфире. Сегодня у нас в гостях Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И поговорим мы сегодня о тереме Гёделя. Добрый день, Василий. Добрый день. Напомню слушателям, что в формальной логике есть терема Гёделя, которая говорит о том, что любая замкнутая система не полна. И что произошло в Европе, как раз, на мой взгляд, является хорошим примером работы этой теоремы, когда мировая закулиса, или новое мировое правительство, как его называют некоторые, создавало Евросоюз и практически как модель, на которую должны были отработать принципы функционирования единого мирового правительства, в том числе и политические принципы, экономические принципы, финансовые. Все было хорошо, в принципе, все работало до того момента, насколько я понимаю, когда, скажем так, простой народ, или ботва, как они его называют, вдруг восстал. Этого не должно было случиться, потому что проводилось практически последние 40 или 50 лет в Европе, и особенно в Германии, политика умиротворения и оболванивания толпы. Она прекрасно сработала в США, когда избрали Барака Обаму. Ну вот в Европе почему-то народ вышел на улицы, в основном сейчас в Южной Европе, это Испания, Италия, особенно Греция. И что-то как-то все стало тормозиться, и те меры бюджетного и финансового регулирования, которые были предложены, они вдруг наткнулись, на мой взгляд, на такую стену непонимания у народа, который не понимает, что ему хотят сделать лучше и загнать светлое будущее. Вот действительно это так, и что вы думаете по поводу того, что происходит в Греции и в той же Испании, насколько, скажем так, вероятно, вероятен выход Греции из Евросоюза? Ну я считаю, что выход Греции из Евросоюза пока невероятен. И более того, ситуация несколько противоречива. С одной стороны, есть мощные протесты и мощные выступления. С другой стороны, в этих протестах участвуют далеко не все. Есть огромная часть населения, которая не участвует, не сопротивляется и не предпринимает каких-то таких вот шагов, которые бы побудили правительство отступить. И правительство не отступает, оно очень жестко настроено. Беда еще и в том, что экономическая ситуация очень плохая, и люди боятся. С одной стороны, они боятся потерять работу, и они боятся финансового краха. И это очень хорошо показали греческие выборы в июне 2012 года, когда, несмотря на все недовольство, несмотря на все соцопросы, где было показано, что люди крайне раздражены и не хотят продолжения политики жесткой экономии, тем не менее, население выбрало партии, которые продолжают курсы жесткой экономии в Греции, и, увы, они продолжают разрушать экономику Греции. Хотя разрушать здесь, на мой взгляд, уже достаточно мало что осталось, но, как выясняется, можно разрушать и дальше, хотя, вообще-то, рекорд Великой депрессии США по уровню безработицы Греции побит. В Греции рекордсмен, в США было 22% безработных на пике, в Греции сейчас уже 26-27 практически. Причем, среди молодежи, по-моему, за 50 уже. Среди молодежи уже более 60. 60. Да, уже идет к 70% среди молодежи до 24 лет. Это ситуация, ну, полнейшие национальные катастрофы, а при этом рухнула и лежит в руинах такая отрасль, как строительный сектор. То есть, самая динамичная часть греческой экономики до кризиса, она полностью разрушена. Полностью разрушена, причем добита правительством. Правительство приняло ряд мер, которые просто добили строительный сектор. Оно ввело налог на жилье, то есть, оно ввело прямые налоги на людей, которые, в общем, как-то имеют жилье, пытаются его купить. То есть, если вы приобретаете жилье в ипотеку, вы получаете в награду налог, который вас топит. И вот такие меры, они просто стали катастрофой для строительных компаний, для тех, кто работал в строительном секторе. Осталась одна надежда – туризм. Но именно с туризма фактически начался греческий кризис, когда за последние десятилетия греческую экономику попытались перестроить по немецкому плану. Можно так это назвать. То есть, заменить оливки и инжир черной смородиной, под что Европейский Союз дал кредиты. Уничтожить производство хлопка, сократить вывоз цитрусовых, закрыть как можно больше заводов. В том числе было ликвидировано греческое производство холодильников, эскимо фирмы. То есть, вот таким образом реорганизовать греческую экономику, сделать ее более туристической. Вот она стала более туристической, и когда в 2008 году начался мировой кризис, люди, потребители стали сокращать, в первую очередь, стали экономить на самых дорогих своих покупках – автомобили и туристические поездки. Греция – не самая дешевая страна в плане туризма, пусть она и, на мой взгляд, чрезвычайно комфортная и очень привлекательная, но, тем не менее, вот она получила удар, и с этого момента начался кризис. Строительный сектор стал сыпаться постепенно, постепенно сфера услуг, которая является в экономике колоссальной, где занято порядка 60% трудоспособного населения, тоже стала валиться, и страна вошла в пике кризиса. Правда, нужно признать, что правительство так называемых социалистов «Посок» примерно с 2010 года, даже с конца 2009 года сумело, несмотря на мировую финансовую стабилизацию 2010 года, резко ухудшить положение своими бюджетными мерами. Именно положение в экономике, оно продолжало и наращивало, усиливало сокращение, сокращение занятое в государственном секторе. Нужно понимать, что это не чиновники, в первую очередь, хотя гречи... Третья рабочая сила ведь была нанята в государственном секторе? Да, очень большой процент, и все только для того, чтобы Греция сохраняла выплаты по долгам. И когда открываешь любые экономические здания, либеральные в первую очередь, то вдруг обнаруживаешь, что, оказывается, немцы думают, что они кормят Южную Европу. На самом деле это не так. А в Южной Европе... У меня возникает вопрос, вот греки, они будут терпеть, и доколе они будут терпеть? Я думаю, они будут пока терпеть, потому что они не могут выйти из этого состояния сами. Проблема греческого кризиса в том, что он не является греческим, он является, безусловно, частью мирового экономического кризиса, который не кончился. Он там период дестабилизации, причем не абсолютный, как мы видим, локальный, достаточно локальный, пусть и обширный. Но в Греции кризис не кончился, и Греция, он усилился, и Греция, если даже она выходит из Европейского Союза, она может оказаться просто в экономической блокаде. Более того, нет такой партии и нет таких сил, которые бы осмелились на вот такой вот достаточно вообще-то реформистский шаг. То есть не это нельзя назвать радикальной какой-то революцией, но такой реформистский шаг, но при этом очень резкий и вызывающий моментально ответную реакцию со стороны Евросоюза. То есть писать долг, выйти из еврозоны и разорвать все прежние соглашения и начать выстраивать новые какие-то отношения. То есть, например, участвовать в ином интеграционном проекте, где греческие апельсины будут нужны, греческие маслины будут нужны, а они будут предметом уничтожения. Вот, например, когда печатали евро, а хлопок взяли из Египта, но не в Греции. Вот таким образом. То есть греческое хлопководство было, собственно, с этой вот точки, оно было добито. Его сейчас практически нет. Да почему? Ну, дело в том, что... Витя, а где еще в Европе был вопрос? Вопрос в организации сельского хозяйства. В Турции, в Египте, в Испании сделаны крупные инвестиции, там большие поместья. В Греции кооперативы, то есть фермеры объединены в кооперативы. Эти кооперативы достаточно эффективны, но они выступают конкурентами корпораций, и корпорации стремятся их ликвидировать. А Евросоюз это корпоративное объединение, это вовсе не объединение народов. Поэтому, собственно, Европейский союз выстроен совсем не по тем принципам, по которым когда-то создавались Соединенные Штаты. Это сегрегационная система интеграции, причем не закрытая, без какой-то особой таможенной политики и без равных правил, равноправных правил. Поэтому, вот, собственно, если вам и говорить совершенно правильно, что индустрия сосредотачивалась в Германии. И это одна из причин, по которым Германия сейчас чувствует себя относительно неплохо. Ну, здесь в чем еще дело? В том, что китайская экономика пока еще растет, и это подпитывает Германию. А с другой стороны, вот я говорил про то, что на самом деле не немец кормит южноевропейца, а южноевропеец кормит немца, в том числе и француза, ну, условно француза. Происходит это за счет того, что во главу угла всей экономической политики, финансовой экономической политики в Южной Европе, особенно в Греции, Греция лаборатория кризиса, поставлены платежи по долгам. Сохранение долга и выплата процентов. Это так называемая государственная рента, на которой сегодня сидят европейские банки. Без нее они моментально окажутся в крайне тяжелом положении, они будут скатываться в кризис. Тем более, что у них есть все основания для того, чтобы, в общем, лопаться без этих денег. Не, ну, правильно, на Греции обкатывают сценарии долговых рабов практически. Да, да. И посмотрим, будет взрыв социальный или нет. Греки пока очень боятся вот именно перейти границу от массового протеста, даже с захватом заводов, с захватом министерств до восстания. Потому что, на самом деле, экономического плана разрешения кризиса у Греции нет. И его нет и в Испании, и в Италии. И разрешить его... Но его, в принципе, не существует, кроме дефолта. Нет, он существует. Дефолт – это, конечно, фаза развития кризиса, но преодоление кризиса должно строиться на других началах. Нужен новый интеграционный проект. Вот сейчас европейские розовые экономисты договорились до предела. А розовые – это что значит? Ну, розовые. Но есть красные экономисты, есть либеральные, а есть розовые экономисты. Вот такие вот социальные... Хорошо. А красные? Красные – они сейчас особенно злые, а либеральные немножко испуганы, а розовые – они просто розовые. Пинг-фламинго, когда говорят розовые. Ну, вот такие... Хотелось бы определиться. Вот, хорошо. Они предложили отменить налоги на прибыль. То есть, капитулировать перед офшорами и тем самым создать возможность для роста в европейской экономике. Но, надо сказать, что Греция, как лаборатория кризиса, показала, что удешевление рабочей силы, а это одна из частей плана экономической политики в Греции, не приводит к экономическому росту автоматически. Мы должны прерваться на новости, вернемся после новостей, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, это программа «Парадоксы», я ведущий Степан Демура. В гостях у нас Василий Колташов, и сегодня мы с Василием обсуждаем Грецию и то, что там происходит, как возможна ошибку мировой закулисы. Да, Василий, мы снова в эфире. Добрый день для тех, кто нас еще не слышал. Вот, а европейские розовые экономисты придумали, что если отказаться от налогов на прибыль, полностью открыть, остаться с открытыми границами, то капитал простит, простит европейское социальное заказательство, ну как-то там его ликвидирует, вернется, и с ним можно будет разговаривать по-новой. И экономический рост вернется вместе с инвесторами. Вот такое вот, собственно, наивное представление достаточно. Я не понял, как капитал вернется, куда он вернется? Ну, одна из главных, собственно, обид капитала, который прячется в офшорах, состоит в том, что в Европе высокие налоги на прибыль. Собственно, идея состоит в том, чтобы их отменить и тем самым создать рай. То есть, сделать весь мир офшор. Вот такой вот капитуляции перед офшорами. Но это, безусловно, не план преодоления кризиса, и тем более не план преодоления европейского кризиса. На мой взгляд, если на последние, на протяжении, там, трех последних десятилетий происходило замещение европейских товаров китайскими, то, как минимум, нужна обратная политика. А тем более этому благоприятствует тот факт, что европейские... То есть, оншоринг практически, перенос производства обратно в... Открытие производства на новом технологическом уровне, оставив в Китае старое производство. Причем, что интересно, европейские и американские потребители, они все больше жалуются на то, что китайские товары, которые им раньше казались дешевыми, сейчас являются дорогими. Все говорят, дорогие китайские товары. Ну, и причем качество у них хромает, скажем так, по сравнению с европейскими. Да, но раньше они казались, по крайней мере, дешевыми. Ну, и вот, собственно, идет отток капиталов из Китая. Правда, для Греции это ни в коей мере не спасение, потому что Греция просто... Если она период мировой финансовой стабилизации переживала в состоянии тяжелого кризиса, то по ней ударит еще сильнее. Ну, вот, что произойдет? Ну, я думаю, что, конечно, в какой-то момент терпения у людей не выдержит. Но, скорее всего, оно не выдержит ни чисто в Греции, а не выдержит по целому региону европейских стран. Причем мы видим, что без какого-то серьезного соглашения происходят практически одновременно массовые выступления, забастовки по европейским странам, южным, восточноевропейским. Эти страны оказались в положении, ну, полуколоний, да, колоний Германии в рамках Европейского Союза. Это не план развития. Более-менее себя чувствуют Польша и Чехия, они привязаны к Германии. Все остальные имеют претензии. Ну, ведь практически, насколько я понимаю, там сейчас рушится тот социальный договор, который был, да? Да. Вы забираете большую часть прибыли, но позволяете нам хорошо жить. Ну, социальный договор просто сметается, он просто демонтируется. Поперас мы вам ничего не должны, правительство должны сокращать расходы и тому подобное. Все привыкли хорошо жить. Потому что вот греков очень часто обвиняют, даже те же французы, в лении, что они ничего не работают, ничего не делают. Вот тут недавно генеральный директор Гудьер, да, Гудьер, написал письмо французскому правительству, французским профсоюзам. Не слышали? Нет. Завод они закрывают во Франции, и французские профсоюзы пытались договориться с руководством Гудьер, чтобы завод не закрывали. На что генеральный директор, очень такой своеобразный человек, скажем так, он написал, что, послушайте, мы американская компания, да, у нас есть технологии, у нас есть деньги. А что есть у вас? Ваши рабочие работают три часа, два часа обедают и еще три часа разговаривают. У вас ничего нет, кроме французского правительства, которое поддерживает профсоюзы. Получается, что французы такие же лентяи, как греки, но они же их обвиняют во всех смертных грехах. Ну, получается, что на самом деле лентяев нигде нет, а есть китайский идеал. Вот я как-то писал статью про то, как выглядят российские рабочие глазами китайского инвестора, что российский рабочий совершенно непродуктивен. Он почему-то любит проводить время в кругу семьи, ему почему-то нравится посидеть в кафе с друзьями. Вместо того, чтобы тратить это ценное время на то, чтобы вкалывать на фабрике, он, извините, ходит в кино, ходит по магазинам. То есть просто расходует время, да, то есть это очень плохой рабочий. Проблема в том, что вот это вот, Китай стал трудовым офшором, да, и фактически всех выравнивают по этой гребенке 19 века. А должно быть наоборот. Должно быть так, да, то есть не исследование вот этим нормам ВТО, а таможенные барьеры, которые поднимаются в зависимости от того, каковы там, скажем, трудовые экологические стандарты производства в той или иной стране. То есть если Китай демпингует, заставляет своих работников трудиться в таких условиях, то, извините, китайские товары должны платить повышенную пошлину на российской границе. Вот что должно быть на самом деле. И тогда мы окажемся в равных условиях. Это будет честно. Китай будет не заинтересован демпинговать. Ну, Китай до этого еще преподнесет немало сюрпризов, а если вернуться к Европе, то в Европе никаких улучшений не предвидится. И более того, греческая или испанская болезнь, да, как называли сифилис в 16 веке, распространяется по Европе. И теперь уже заражена Германия, а про Францию и говорить нечего. Во Франции уже все на виду. Да. И промпроизводство падает, и демонстрация у них начинается. Просто ведь, смотрите, если Греция только начнет разговаривать о выходе из еврозоны, ведь за ними стоят Испания и Италия. И внимательно наблюдают. Да, да, Степан. Но дело в том, что разговаривать некому. Вот вопрос. Это вот это одна из главных проблем, что некому разговаривать, потому что все верхи, которые есть в Греции, в Италии, в Испании, то есть правящие классы, политические силы, правоцентрические, они все ставленники, прямо скажем, европейского финансового капитала. То есть фактически они работают в симбиозе с северными европейскими банками и получают свой процент. И они, в общем-то, заинтересованы в сохранении этой системы. То есть если мы открываем справочник, скажем, политических партий на странице Греции, справочник 80-х годов советский, мы видим там партия «Новая демократия». Там написано, что это проамериканская партия, такая вот буржуазная. Открываем другую страницу, там написано «Посок», то есть это греческие социалисты, это партия греческого промышленного капитала, выступающая за развитие греческой индустрии и так далее. Вот разницы сейчас нет. Это все одинаковые партии финансового капитала. И поэтому, когда избиратель бросает турнир, он выбирает тех же самых. И это одна из главных проблем либеральной демократии. То есть это один из признаков кризиса либеральной демократии на Западе. Выбор исчез. Если раньше можно было выбирать, на левом фланге там были разные виды коммунистов, в центре были социал-демократы, которые бились за трудовое право. Справа там находились неолиберальные какие-то партии, консерваторы и так далее. Вот сейчас есть фактически только право. И есть сильно-сильно лево, которое при этом еще и сильно-сильно, на мой взгляд, испуганно происходящими событиями и не имеет никакого четкого плана. Ну то есть вы говорите о том, что на самом деле современная демократия в Европе, впрочем, как и в Штатах, она себя изжила. В том смысле, что, скажем так, разницы между ними никогда особо не было. Был хозяин, было, скажем, две партии. Если одна партия немножко проштрафилась, то включался, скажем так, клапан сброса давления в обществе, и люди шли и голосовали за вторую партию. Но все-таки политика отличалась. Ну если утрировать, если уж быть совсем циником, то сейчас... Ну сейчас без клапана, то же самое, но без клапана. И люди видят вопрос-то, но ведь клапан-то нужен, иначе социальная напряженность, она может привести к некоторым непредсказуемым последствиям. Вы знаете, Степан, я вас сейчас немножко развлеку и отвечу вам на вопрос одновременно. В Греции сложилась традиция. Традиция обещать на год через год экономический бум. Такой подъем обещали, ну, примерно в 2010 году, потом в 2011, в 2012 году должен был экономический бум. Затяните пояса, и все станет хорошо через год. Да, чуть-чуть потерпите, и через год начнется экономический бум. Это обещали как раз советники правительства, либеральные чиновники, экономисты. Наступил 2013 год. Теперь экономический бум перенесен уже на 2014 год. Вот это вот такая вот проклятая жизнь, которая очень беспокоит население. И население вообще-то уже и не верит в то, что может быть какой-то экономический подъем. Но при этом население в Западной Европе и в Южной Европе, оно воспитано в духе того, что, в общем-то, капитализм есть система, в рамках которой можно найти решение по улучшению жизни. А тут, в рамках как раз неолиберальной модели, их ставят в тупик буквально вот с этими представлениями. Их ставят в тупик, и они оказываются буквально в шоке. Но мне кажется, что сейчас в Европе политического взрыва пока ждать не стоит. Несмотря на то, что там будут расти протесты, мне кажется, что... А что значит политический взрыв? Ну, политический взрыв, что просто снос всей этой системы. То есть буквально снос всей системы этих партий, неолиберальной политики, с тем, что те, кто проводил ее в протяжении многих лет, вводил эти бесконечные новые налоги. Ну, в Греции, например, введена подушная подать. То есть если вы обладаете невидимой субстанцией духа, а ей все обладают, носители материального тела, как установила налоговая инспекция, вам полагается налог. Он называется налогом солидарности. И используется для поддержания тех, кто не платит налоги. Те, кто продал душу дьяволу, они получают бесконечные деньги. Да, да. Ну, это достаточно мистически выглядит. Но решений-то никакого в рамках системы нет. И, конечно, есть определенный взгляд на Россию. Это правда. В Греции появилась такая правая партия, она называется независимые греки. И они говорят о том, что придут российские инвесторы и спасут нас. Мне кажется, они немножко недооценивают, во-первых, ситуацию, но, однако, то, что они смотрят в правильном направлении, вот это, ну, я вот с этим как раз согласен, да, с этим представлением. Правда, Грецию не спасут российские инвесторы. Это очень наивно. И не спасут и российские туристы, которых очень любят, например, по сравнению с немцами, которые... Но они оставляют большие чаевые. Нет, они просто едят. А немцы заказывают один салат на двоих. И с завистью смотрят на тех, кто сидит и ест там, оценивает достоинство греческой кухни, у которой есть достоинство. Ну, вот такое вот. И греки говорят, что немцы это какие-то такие не очень хорошие туристы. А вот русские это хорошие туристы. Они правильно себя ведут, покупают, едят, купаются. То есть они не приезжают страдать. Но это все, конечно, весело и замечательно. Вопрос. Спасение в новом интеграционном проекте. Что значит новом интеграционном проекте? Ну, нужен большой рынок. Если мы посмотрим на неолиберальную эпоху последних 30-летий, мы увидим, что экономики кололись, но не склеивались практически. И то, что Европейский Союз образовал некое вот такое вот объединение в эту эпоху. Но мы цену этого объединения видим сейчас. Вот это буквально трещащее по швам, испытывающее колоссальный кризис. И более того, за счет собственной политики финансово-экономической, усиливающей экономический кризис. Вот такая система, она не здесь способна. А вот тоже как раз хотел с вами поговорить. Ведь практически то, что сейчас делают в Европе, оно радикально отличается от того, что делают в Штатах. Да, оно отличается, но вообще-то Соединенные Штаты немножко давят на Европу и говорят, так, включайте печатный станок. Вот эта вот борьба... Правильно, потому что... Кидание, да, да. Ведь единственное, что знают современные экономисты и политики, это Тальч Кейнса. Да, знают. Бабло побеждает зло, грубо говоря. Ну, тогда почему в Европе вдруг возникли голоса и притворяется политика, скажем так, сокращения бюджетных расходов, а в Штатах все наоборот? Там следуют политики Кейнса. Нет, в Штатах тоже переходят к политике жесткой экономии. На территории Штатов они как раз уже перешли, то есть власти Штатов. Но что-то по ФРС... Очень осторожно. ФРС этого не делает. И более того, в США есть противоречие в экономической политике. Я, например, не согласен с представлением о том, что США будут печатать-печатать бесконечно доллар. То есть как раз они пытаются дозировать этот процесс. Они хотят соединить твердый доллар с постоянной эмиссией доллара. Вот, собственно, в этом ключ к их экономической политике. При этом они хотят, чтобы у доллара не было конкурентов. Понятно, что периферийные экономики тут же допечатывают немножко денег и говорят, «Мы не ослабли нисколько по отношению к доллару». А население смотрит, цены выросли. И удивляются, не понимают, что же такое. Доллар не упал и не вырос, а цены выросли. Что происходит, ничего не понятно. А вот Европейский Союз, поскольку он все-таки в каком-то смысле является конкурентом Соединенных Штатов, несмотря на то, что США является, ну, как это говорится, главный член Европейского Союза, не хочет опускать свою валюту. Не хочет. И к США его периодически подталкивают, они обваливают рейтинги, в частности, они шантажировали Грецией, то есть они обваливали рейтинг Греции и говорили, печатайте евро, печатайте евро. И произошло что? А почему, Сулман, смотрите, логичная позиция на самом деле. Проблемы Греции там какие-то смешные были, 300 миллиардов. Ну, почему бы могли тогда решить спокойно и все? Что значит решить? Проблемы Греции для европейского финансового капитала решены. Почему они решены? Потому что Греция обеспечивает выплаты по бумагам. Что еще нужно? Больше ничего от нее никто не хочет. А что происходит с греческой экономикой, это, в общем, никого не интересует. Единственное требование к правительству – удержать ситуацию под контролем. Правительство при этом рассказывает про то, что оно, значит, за счет приватизации, за счет удешевления рабочей силы, при учетах инвесторов. Но ведь возможность обслуживания долга, она же напрямую связана с ростом налогоблагаемой базы, чего не происходит. Более того, когда введение новых налогов… Да, давайте элементарно. Любому человеку, который, скажем, прошел 4 или 5 классов школы до Фурсенко, ясно, что арифметика не бьется. Смотрите, Степан, что происходило в последние годы? Вводили, ну, введение новых налогов приводило к сокращению вступлений в бюджет. Естественно, это же очевидно. Они тогда искали другие пути. Например, не печатать школьные учебники. Не напечатывали. Немножко денег передали банкам европейским. Получили респект. Значит, стали дальше работать. Еще где-то что-то, кого-то уволить, сократить пособие. Ну, они ищут способ. То есть, они такая гонка на спуске. Как-то так обогнать экономический спад и получить больше денег. Ну, очень нереально. Ну, да. Но дело в том, что… Или они просто живут завтрашним днем и все? Нет, они не живут текущим моментом. Ну, текущие завтрашние дни. Через год они уже не думают, что будет. Нет, конечно, они не думают, что будет. Нет. Ну, вы что, Степан? Ну, чтобы оценивать ситуацию на год вперед, я думаю, что это очень сложно для них. Ну, и более того, это очень страшно. Да, вот это гораздо более страшно, чем сложно. А при этом они хотят как-то, чтобы все это продолжалось, продолжалось бесконечно. И они ждут. То есть, есть вот… Василий, мы должны уйти на новости, на первых, на новости. Не покидайте нас, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Я ведусь Степан Дебур. У нас в гостях сегодня Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований института глобализации и социальных движений. И обсуждаем мы Грецию. И не только Грецию, но и весь это странное образование Евросоюз. Так сказать, дитё Ротшильдов, как я его называю. Так вот, мы с вами завершили на том, что ребята не думают даже на день вперёд. Да, конечно, они этого не делают. Потому что, если они вдруг подумают, то станут спать, как дети, да? Да, потому что это страшно. Это страшно, но дело в том, что у них есть Бог. Они верят, что кто-то где-то закончит кризис. В частности… Вы сейчас говорите о политиках. Я говорю о политиках и экономистах. Либеральных экономистов, которые, собственно, управляют финансовую силу. Я это подозреваю. Это же, Степан, это, безусловно, всегда присутствует надежда. Она умирает последней. Она умирает. Даже у неолибералов она не умирает никогда. Ну, может быть. Сейчас этому есть, на самом деле, диагноз, медицинский даже термин для этого есть. Сейчас не помню. Я вспомню, скажу. Ну, Евросоюз не рассчитывает бороться с кризисом. И всё, что он делает, это просто поддерживает свой финансовый сектор. И вообще-то кризис, развитие кризиса в Европе, на мой взгляд, отстаёт от Соединённых Штатов фактически. В каком-то смысле. В каком? Ну, прежде всего, в некоторых процессах. Например, Соединённые Штаты раньше были вынуждены прибегнуть к тотальной эмиссии для того, чтобы удержать ситуацию под контролем. Евросоюз к этому не прибегает, он даёт эмиссию пока дозировано. Хотя, возможно, наступит момент, когда без включения печатного станка ничего же удержать не смогут. Вполне возможно. Ну, как показывает практика, Штаты тоже ничего не могут удержать. Достаточно посмотреть на данные по безработице, по промпроизводству. Это все жесть. Ну, вы знаете, Степан, дело в том, что у США есть определённое пространство для манёвра. США – это большая экономика с научной базой, с хорошего качества трудовыми ресурсами. И США, в принципе, там идёт острая борьба между промышленным и финансовым капиталом. И поэтому, как раз вот эти болтания доллара туда-сюда. То есть, может быть, финансовый капитал бы просто печатал без остановки, но республиканцы, которые представляют промышленников, выкручивают руки время от времени. Но варианты-то какие? То есть, США пытаются найти способ удешевления производства в Соединённых Штатах. Сейчас оно примерно на 10% выше, чем в Китае. То есть, уже есть основания для возврата индустрии. А при этом США пытаются обеспечить прибыль своим компаниям. То есть, не ввозить какие-то ресурсы, а сделать так, чтобы прибыль получали американские компании. Раз это продаётся на американском рынке, пусть хотя бы выручку получат Соединённые Штаты. То есть, их бизнес. Такие решения. Это, конечно, эти решения, как показала сланцевая революция, они не дают никакого спасительного эффекта, пожирают большое количество кредитов. Но, тем не менее, какую-то временную передышку они США обеспечили. Ухудшив, кстати говоря, ситуацию мировой экономики. То есть, увеличив давление на Китай. А при этом Соединённые Штаты... Ну, то есть, при этом Китай и другие страны оказываются жертвами американской денежной политики. То есть, скупка американских долговых бумаг – это попытка подменить эмиссию доллара предоставлением американскому правительству этих денег просто так. Не, ну, это не совсем так, на мой взгляд, потому что вы говорите, грубо говоря, о системе Петро-Доллара. Но она перестала работать, потому что потребности финансирования дефицита бюджетного США, они уже значительно превышают возможности того же Китая и производителей нефти финансировать. Просто можно посмотреть, насколько они покупают. Степан, там страх у Китая был такой, что просто упадет спрос в результате такого масштаба эмиссии. Долларов новых. И фактически это ударит по китайскому вывозу Соединённые Штаты. Вот, собственно, что и беспокоит. Он и падает. Спрос-то связан с платёжеспособностью населения. Он и падал. Он и падает, да. А сейчас Соединённые Штаты, вот они, собственно, пытаются... Что они пытаются сделать? Они дали добро, например, по работе с атмосферным электричеством. То есть, раньше американским учёным говорили, так, стоп, ребята, это сокрытная тема. Это вопрос инвестиций. Товарищ Тесла не трогает. Да, значит, это обесценит инвестиции. Вашингтон добро не даёт. И учёные им разводили руками, возвращались на свои кафедры только преподавать. То есть, там, никаких работ им не давали. Сейчас это делается. А потом, та работа, которая ведётся по дирижаблестроению, испытанию, и что уже в теории должно обеспечить трехкратное сокращение транспортных издержек примерно, это тоже направление, на которое, в общем, через Пентагон дали деньги. И на которое бы, в принципе, до кризиса никто никаких денег не дал бы. То есть, они ищут новые варианты. Первое, удешевление транспорта, механизмы удешевления производства. Здесь, в первую очередь, энергетика. То есть, они хотят получить дешёвую энергию. Отсечение иностранной энергии, ну, то есть, отсечение сланцевым газом, импортного газа, это полумера. Она, в общем, решения для американской экономики не даёт. А в этой ситуации Китай может противопоставить теоретически только удешевление своей рабочей силы. Но это, оказывается, невозможно. Это нереально. И Китай оказался, в общем, в исторической ловушке. И, конечно, в ближайшие... У них же начинается старение населения. Всё. И они не могут сделать снижение себестоимости товаров, то, что они обеспечивали последние десятилетия, за счёт того, что их рабочая сила является дешёвой. Ну, сейчас они начинают переносить производство во Вьетнам и дальше по цепочке. Да, но радикальное решение для борьбы с кризисом должно состоять в резком удешевлении себестоимости, там, в разы буквально. Ну, с кризисом уже проще бороться, просто объявить дефолт и положить банковскую систему. Никогда вот экономисты об этом не задумывались? Степан, вы правильно сказали, да, это, конечно, тот способ, но, как известно, таким путём сами банкиры не хотят идти. А сразу возникает следующий вопрос. Вот ту политику и социальную экономическую политику, которую сейчас проводят банкиры, ну, будем называть их банкирами, она же ведь рано или поздно придёт к социальному взрыву и их всё равно повесить на столбах? Она приведёт к множеству социальных взрывов в разных местах. Ну, я думаю, что у них то, что называется, произошло самоотравление пропагандой, самоотравление идеологией. Это присутствует, на мой взгляд. То есть это как, ну, безумие, да. Они, вроде бы, всё это логично и всё это можно понять, но люди до такой степени самовнушили себе определённые представления из экономикс. И эти представления, что характерно, работали какое-то время, что не доказывает, кстати говоря, их научность. Но сейчас они, в общем, стали такой вот мантрой, то есть если повторять-повторять, делать-делать, то что-нибудь получится. Но при этом ничего не уступать, не отступать. И они тут же вспоминают золотые слова Фридмана о том, что надо использовать кризис как возможность ещё жёстче затянуть ошейник на шее наёмного работника и тем самым провести максимум неолиберальных реформ. Всё. Чем больше в рынок, а рынок разберётся. Ну и потом у них ведь достаточно вульгарные представления о рынке, например... Ну, рынок-то он разберётся. Они думают как? Вот есть водопроводная система городская. Если мы её забрасываем, вода становится грязной, плохой, ломается, то через некоторое время появляется рынок частных услуг, который будет конкурировать с государственным. И здесь, то есть, как им кажется, появляется возможность много-много заработать денег фирмам. Отлично. Новый рынок создан. Другой вариант. Перестаём... Закрываем школы. Государственные школы закрываем. Люди хотят, чтобы дети получили образование. Они пойдут в частные школы. Прекрасно появился новый рынок. Но никто не обращает внимания, что откуда возьмутся деньги. А откуда у людей возьмутся деньги платить за частные школы? Да. Но, как известно в неолиберальной экономике, в теории, да, то есть спрос рождает предложение, и деньги откуда-то возьмутся. То есть там, в общем, над этим никто особо не задумывается. В конце концов, не им же брать деньги, да? Так написано. Так написано в книжках. Потом, если бы это были их деньги, да, то есть этих вот теоретиков и практиков, то, может быть, они бы и задумались. А поскольку это чьи-то чужие деньги, которые они должны получить, то их волнует просто, как взять эти деньги. А откуда они там возьмутся для них? Ну, откуда возьмётся платежеспособный спрос, да. Это их для них мало интересно. Вот, кстати, последний пример, это проблемы у Джиси Пенни и у Уолмарт в Штатах. Даже у Уолмарт. Они сейчас вводят. У них худший месяц, январь был худшим месяцем продаж, в феврале те же самые проблемы ещё больше. Причём проблемы возникли из-за того, что увеличили социальный налог на 2%. В среднем, в среднем, на домохозяйство это получается что-то в районе 60 или 70% в месяц. Ой, долларов в месяц. И тут же обвал продаж. Просто говорит о том, что платежеспособность просто нет. Платежеспособность рост очень слабый, да, это правда. И люди, ну, чем отличается, собственно, Греция, да, почему там нет такого сразу восстания, да, как кажется. Как это так, они-то всё терпят, бесконечные налоги новые, прямые. У части населения есть сбережения. Это Россия росла, российская экономика росла 10 лет, а 10 лет была в яме. А греческая экономика в 80-е, в 90-е тоже развивалась, и люди зарабатывали. И, в общем, так или иначе, те, кто работал, и средний возраст, и старшее поколение, они имели какие-то сбережения, складывали их на счета в банках, поэтому периодически в Греции возникает паника, например, того, что эти деньги отберут. А греки очень боятся, что, например, может быть такая проверка банковских ячеек, что государственная налоговая инспекция начнет проверять банковские ячейки и говорить, а, вот вы где спрятали деньги, 30% государства, например, налог и так далее. Нет, там же жуткие оттоки капитала из Греции идут, по-моему, по 60-70 миллиардов в год. Ну, а что, собственно, говорить? Вот, Степан, вы привели пример с Walmart, я приведу пример с Carrefour, со второй компанией торговцем, владельцем супермаркетов. Она была до последнего времени главным работодателем Греции, и она ушла из Греции весной прошлого года, объявив о том, что не видит перспектив у рынка. То есть, фактически, компания была вынуждена сбежать. Сбежать из Греции, просто потому, что для нее дела плохи. Но перед этим она пожрала огромное количество мелких магазинчиков. Это тоже нужно учитывать. Тем более, что маленький магазин продавал свою продукцию на 30%, на 50% дороже. Ну, в общем, он был не конкурент, когда люди начали экономить. Ну, хорошо. Тогда получается, что какие-то сбережения, которые есть у греков, оттягивают момент социального взрыва. Он вообще наступит там или нет? Я вот сказал, что момент, видимо, наступит, не только в Греции. Он окажется, скорее всего, южно-восточноевропейским, а может быть, в немалой мере, заденет Западную Европу. То есть, это часть кризиса в Западной Европе. Но к тому времени должны произойти очень важные события, такие, как, например, я полагаю, падение Китая. Причем падение, возможно, политический взрыв, возможно, первое падение экономики, когда уже нельзя будет это все держать под контролем, верхом. Ну, я предполагаю... А почему? Хорошо. Ну, вот складывается Китай, как правильно говорят, там будет жесткая посадка. Ну, посадка мимо взлетно-посадочной полосы. Мы знаем, что она приводит. Ну, хорошо. Ну, лег Китай, там какие-то волнения, у них же огромные социальные напряжения. Ну, а что, просто греки посмотрят, а китайцам можно и нам можно? Почему Китай должен идти первым? Я думаю, что сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда вот неолиберальные элиты, они контролируют весь процесс на политическом уровне пока еще и контролируют финансовую сферу. В экономике они... На экономику они очень часто плюют, где-то еще пытаются контролировать. Например, в Германии они пытаются контролировать за счет там строительного сектора. Ну, а в Греции они просто плюнули, там убили строительный сектор и сказали, ну и черт с ним. Вот такие моменты. Но этот контроль, он не будет постоянным. В какой-то момент он будет утерян. И утерян, он окажется во многих сегментах сразу. Василий, а что значит контроль? Еще раз, потому что, ну, что в Греции сможет быть еще хуже? Я боюсь, что в Греции будет еще хуже. Я боюсь, что в Греции поставят новые рекорды негативные. Хоть уже и Великая депрессия осталась далеко позади по своим, в общем, масштабам. Хорошо. А на что-то люди живут в Греции? Если у тебя нет сбережений, что надо делать? Многие эмигрируют. Надо учитывать, что из Греции есть отток эмигрантов. Ну, если говорить о русскоязычных, то уехали в Россию некоторые наши знакомые, квалифицированные рабочие, которые работали как раз в этом предприятии, они уехали строить на Волге. Они квалифицированы, они оказались востребованы на российском рынке, они заняли нишу не низкого уровня, то есть не просто тех, кто там копает лопатой. У них опыт. Ну, и они нашли место. Греки уезжают в Соединенные Штаты, много уезжают в Новую Зеландию, в Австралию. Извините, мы должны прерваться на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». Я ведущий Степан Димур, у нас в гостях сегодня Василий Калташов, и обсуждаем проблемы Греции. Василий придерживается точки зрения, насколько я понимаю, что там еще рванет. Там рванет, но не скоро. Я пытаюсь у него всячески выведать. А когда же там рванет? Потому что, ну, наверное, Греция – это некая такая лакмусовая бумажка. Греция, да. Из них делают... Греция – лаборатория. По производству долговых рабов. Греция – лаборатория экономического кризиса и политического. Что произойдет, если, да. И там ничего не происходит. Ну, смотрите, Степан, следующий этап в Греции. Следующий этап – это победа умеренных, как я их называю, риторических левых. То есть это как раз сеноспизмоз, партия называется, и блок называется Сириза. Они называются радикальные левые, но на самом деле это риторические умеенные левые, и они... Что они будут делать? Ну, их, видимо, выберут следующими. Их выберут следующими, и они будут разговаривать. Опять. Может быть, они не будут проводить таких жестких мер, но просто уже дальше уже некуда. Может быть, какие-то столовые откроют бесплатно еще. Сейчас правительство сокращает столовые для безработных, потому что не хватает денег для поддержки финансового капитала. Вот такое противоречие. Но, возможно, они будут разговаривать. Но никакого плана у них нет. Это нужно четко представлять себе. А у них есть только один план. Ни в коем случае не обидеть европейский финансовый капитал, никак его не оттолкнуть. И когда у них была вероятность победы на прошлых выборах, они несколько обнадеживались, они тут же кинули всех убеждать в том, что они ни в коем случае ничего страшного не делают. Никакого выхода из его... Никак ничего не делать не будут. Ну, вот, собственно, избирателям они пытались как-то там говорить, что проблема не в том, что на Грецию душит долг, а в том, какая часть долга честная, а какая нечестная. И надо разобраться сперва в этом. Ну, вот такие вот, собственно. Но при этом они могут поговорить и на другие темы. Но ожидать от них каких-то действий я бы не стал. И, конечно... Скажем так, ну, это последний... Это последний этап. Это последняя пуля банкирская, грубо говоря. Финансовый капитал. Ну, это последний резерв. Да, последний резерв. Дальше что? Степан, есть еще черный сценарий. И о нем стоит говорить. Есть возможность прихода к власти неофашистов. Если мы вспомним прошлый экономический кризис, 70-х годов, тяжелый кризис мировой системы капитализма, то в Греции, собственно, власти оказались черные полковники. И сегодня эта перспектива, она тоже не может быть нами сброшена. Потому что раз невозможно удерживать ситуацию под контролем таким способом, то нужно установить, собственно, диктатуру такого рода, которая заставит греков работать за очень низкую оплату труда и терпеть все то, что на них взвалено. Но я не думаю, что такая диктатура может продержаться долго. То есть, опять же, это будет навязано извне? Безусловно, это все будет связано с европейским севером, да? То есть, прежде всего, с Берлином. А, то есть, если даже придут черные полковники, никакой демократии не будут, то европейцам объяснят, ну, вы хотите хорошо жить? Вот там демократии теперь не будет. Примерно так? Да, они могут, европейцам можно объяснить. Вот смотрите, в Греции сейчас военный переворот, а военные достаточно правые, а полицейские очень правы взгляды в Греции. Вот, пожалуйста, Греция доигралась демократии. Посмотрите, что стало с ее экономикой. Это все из-за демократии. Ну, на самом деле, понятно, что... А, очень интересный сценарий, кстати. Очень может быть, да. Когда придется делать диктатуру по всей Европе, очень может быть. Да, видите, до чего довела демократия. Да, видите, до чего делала демократия. Вот во всем виновата демократия. Вы вот вините, пытаетесь разобраться в каких-то конкретных вопросах. Забудьте об этом. Во всем виновата демократия. Вот вам чип в лоб, и ходите. Ну, вот такой вот сценарий. Меня, честно говоря, сценарий очень пугает. Но он реальный, да? Он достаточно реальный. Для Южной Европы он реальный. Для Северной Европы пока сказать сложно, но мы увидим через год. Мы увидим через год, что там будет происходить, потому что там, собственно, все идет по греческому сценарию, но со своими особенностями. То есть все идет вниз. А почему через год? Ну, через год будет ясно. Собственно, Китай, видимо, замедлится в какой-то степени. Это коснется Германии, потому что поставкой промышленного оборудования, если они не идут напрямую через Германию, то есть целый блок связанных экономик, которые обеспечивают растущей китайской экономике поставки промышленного оборудования. Экономике, которая замедляется, не нужно столько промышленного оборудования и комплектующих. Это уже сразу удар по странам-производителям. И поэтому там начинает ситуация выходить из-под контроля. Более того, в Германии сейчас есть проблемы со строительным сектором. Они очень много построили, много вложили, а, собственно, немцы-то стали их значительно беднее. И кредит, жилищный кредит в Германии сейчас на самом низком уровне, там, по-моему, даже уже ниже 4%, ну, около 3% даже, вот такие вот, там, ниже уровня в 3%. Все держится вот на этом кредите. То есть еще его можно удешевить и немножко поддержать немецкого потребителя. Ну, это все, конечно. Ну, там, вообще-то, насколько я понимаю, с потребителем у него не очень хорошая ситуация. Нет, не очень хорошая, конечно. Доходы-то, в общем-то, реальные, не растут. Нет, ну, как они растут? Они падают. В Германии 25% способного населения, по официальным данным, относятся к категории мини-джобс, и они получают менее 400 евро в месяц. Конечно, в Германии еще есть остатки социальной системы, они подают справку и получают пособие. А в Греции безработный платит специальный налог на безработного. Если безработный, это составляет примерно 300 евро в год. Если ты безработный, у тебя нет дохода, тебе полагается налог 300 евро. Если у тебя есть свое жилье, то, скажем, 80 квадратных метров на семью, то полагается еще налог еще 340 евро. То есть, по того выходит 640 евро в год налог на безработного. Вот такое вот греческое антигермания. Фантастик. Ну, доходит до абсурдов, когда, например, рабочие приходят, безработные, да, пардон, приходят в налоговую инспекцию и заявляют, или в социальную службу, что я не должен платить налог на жилье, потому что я безработный. Ему говорят, извините, вы должны были уведомить нас об этом за год до того, как вы потеряете работу. Он говорит, ну, я не мог знать, и за год до этого еще не было этого закона. На что сотрудники говорят, я не виновата, это не я придумал, это придумали вон там. Наверху они это придумали, а мы, извините, расхлебываем. И греки все это терпят? Греки протестуют. А в Греции достаточно сильное недовольство, накал. Но дело в том, что большая часть общества находится в апатии. И когда мы смотрим на Грецию, то мы должны помнить о том, что есть огромная часть общества, которая никогда, ни в какой общественной жизни активно не участвовала. Ну, там, по крайней мере, последние 30 лет, вот с 80-х. А какой процент греков живет в городах? Так называемые рассердственные греки? Большая часть населения живет в городах. И, как я сказал, из них большая часть занимается, работает в сфере услуг. А в сельской местности крестьяне тоже недовольны. Фермеры, которые объединены в кооперативы различные. Ну, недовольны, во-первых, схлопыванием внутреннего рынка. Тем, что греческие сельскохозяйственные товары, если они там в 80-е активно уходили за рубеж, теперь они как-то изолированы. И в Москве найти греческие оливки можно только днем с огнем. Греческое масло продается по сильно завышенным ценам. А зато рынок завален низкокачественными испанскими маслинами, которые, в общем-то, ну, это даже несопоставимо хуже греческих. А, скажем, националистические движения какие-нибудь есть? Националистическое движение... Насколько сильно национализм возникает? Национализм очень усилился. И как раз правый сценарий, он связан с национализмом. Что это во всем виноваты иммигранты, что иммигранты отняли нашу работу. И на последних выборах в июне произошло следующее. До этого в парламенте находилась фракция Лаос. Это такие, так называемые... Ну, это очень умеренные националисты. То есть это еврофашисты. То есть они респектабельные. Они в галстуках. Они не говорят... Они гладко выбритые, аккуратные. Они не говорят нам, скажем, что-то про каких-то антисемитских речей. Они говорят, что вот проблемы иммиграции для Греции. А сейчас в парламенте золотая заря. Это более радикальная. И она говорит очень радикально, очень жестко по национальному вопросу. При этом она стала жертвой скандала. Жертвой виновницей скандала. С тем, что она обеспечивала якобы помощь греческим безработным. На самом деле продавала их услуги значительно дешевле, ниже рыночной цены. То есть совсем почти даром. То есть греки обращались, говорили, вот там у вас есть служба, трудоустройство. Они их трудоустраивали за совершенно смехотворные деньги. Ну, это просто сверхэксплуатация. И профсоюзы, и греческие левые, они говорят о том, что, извините, вот этот сценарий, он может быть реализован в рамках всей экономики плюс насилия. И это и есть варианты о черной полковнике 2. То есть когда вас заставят не просто экономическими мерами, но и насилием политическим, как это, собственно, в Китае работает постоянно, работать за очень-очень маленькие деньги, на которые, в общем, едва-едва будете питаться. Вот, собственно, тот негативный сценарий. Единственное, что поскольку мировой экономический кризис не закончится, и надежды эти не оправдаются, но не закончится, пардон, так, как этого ждут неолибералы, это тоже очень важно, то этот план ни в коей мере не сможет Грецию спасти. Ну, причем я хотел спросить. Ну, в смысле, вытащить экономику как-то, придать ей какой-то рост. Конечно, потому что у вас же платежеспособный спрос вообще схлопнется в Греции, но будете вы работать как колония, да? Ну, ГУЛАГ сделают, хорошо, бесплатный труд практически. Ну, а дальше что? Что случится с греческой экономикой? Ну, Степан, смотрите, одно из главных представлений неолиберальной экономической практики, это то, что главное внешний рынок. Вот, собственно, Грецию загубили как внутренний рынок, и сегодня в России есть возможность сделать выбор, понять, что наш внутренний рынок, это наши тылы и главный резерв. А вовсе не то, чем нужно поскорее пожертвовать для того, чтобы что-то продать вовне. Вовне будет хуже, поэтому тылы первостепенные. Греция этот урок дала на сегодня, и учесть его непременно нужно. Ну, вот китайцы же тоже пытаются как-то развивать свой внутренний рынок, внутренний спрос, но что-то у них не очень хорошо получается. Они пытаются стимулировать скорее внутренний спрос, не меняя экономической и политической модели. Это катастрофа. Это катастрофа, да. Да, да. В Америке наступит некоторое облегчение. Правда, возможно, будет социально-политический кризис, но некоторые проблемы они уже решат. Это вот такой вот недемонический сценарий, но, тем не менее, очень опасный для Европы, для России, для Китая, для всех других стран. Но нефть будет очень дешевой, как прочие магазины. А нефть не может обеспечить, даже нефть, удешевление нефти, которое произошло в 2008-2009 годах, показало, что такого уровня падения цен, которое возможно, недостаточно для того, чтобы обеспечить дешевление товаров и выйти на рост. Да нет, это я имею в виду страны, которые ориентированы на экспорт сырья, они не до конца понимают, что нефть может быть очень-очень дешевой. Ну, нефть, собственно, уже сильно подешевела. В реальных долларах. Ну, в золоте, если бы мы пересчитывать на золото, да, то есть на деньги, не на денежные знаки, а на деньги. Ну, конечно, она сильно подешевела, и она находится, ну, там на уровне, может быть, где-то 60-50 долларов в долларах 2008 года. Да, да, как это ни продостаточно. И это источник проблем. Ну, что ж, Василий, спасибо за разговор интересный. У нас в гостях был Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений. Удачи. Спасибо, до свидания.